Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Любому ребенку хочется все попробовать. Кто-то находит себя в спорте, кто-то рисует или может учиться танцевать. И дети с инвалидностью в этом случае не исключение. Как сделать доступным дополнительное образование особенным детям? Об одном из таких проектов мы узнаем сегодня. О танцевальном фестивале «Подснежники» нам расскажут гости нашей студии. Представлю. Автор проекта «Подснежники» Эдуард Белявцев. Добрый день. Куратор проекта «Подснежники» Дарья Холод. Здравствуйте. И социальный педагог Эжеминского филиала соцзащиты населения Анастасия Симонова. Добрый день. Добрый день. Как он появился? Как возник? Я бы хотел рассказать одну небольшую историю, которая натолкнула всех нас на мысль о создании подобного фестиваля. Нам эту историю рассказала одна тоже из соцпедагогов. То есть есть одна девочка, не буду назвать, как ее зовут. И она год назад начала влекаться танцами. У нее есть особенности в развитии. И хореографы, и дети, которые с ней занимались, они относились к ней как равные, будто у нее нет особенностей в развитии. И через год она достигла таких результатов. Ну, что можно было сказать, что она профессионально занимается танцами не один год, а несколько лет. То есть успех одной девочки подверг к тому, чтобы многие могли попытаться. Да, то есть только на том, что к ней относились как равные. И мы хотим, чтобы вот эту мысль донести до всех, что даже дети особенные могут достичь вот таких успехов. При этом название проекта такое «Нежная подснежники». Что оно означает? Мы, конечно, знаем, почему именно в этой ситуации. Все-таки у нас весна, что-то новое, что-то теплое, какая-то надежда на светлое. И у детей тоже есть надежда на то, что они вырастут и будут радовать всех. То есть в начале марта, когда мы запустили этот проект, дети еще не умели танцевать. То есть особенные дети. Через месяц уже сегодня они нам покажут то, что они сделали. То есть они уже расцвели как настоящие подснежники и обрадуют всех. То есть проект длится уже на данный момент месяц, да? Когда стартовал он? С чего стартовал? 21 марта прошло открытие фестиваля, на котором мы представили танцевальные пары зрителям и познакомились с педагогами. Но при этом танцевальные пары были представлены зрителям, но ведь они образовались раньше. Каким образом состав участников определялся? Конечно, мы их познакомились или раньше с педагогами, буквально за неделю до церемонии открытия. В оргкомитете мы обсуждали, какие танцы они будут танцевать, кто с кем будет в парах, какой педагог возьмется за пару. Но ведь детки с особенностями развития не только в подснежниках начинали танцевать. У вас есть проект более такой широкий, да? Это, скажем, одна из веточек, можно сказать. Сидия, расскажите про него. У нас в отделении реабилитации, в Центре социального защиты населения, есть проект «Радуга». Реабилитационный вокально-хореографический проект. Туда приходят детки как с ограничениями в здоровье, так и обычные простые детки. Приходят, занимаются танцами, общаются. Мы уже имели возможность выступать. То есть у нас небольшой опыт, но все-таки мы уже можем о себе заявить. И когда ребята пришли с ребятчей республики с идеей организовать такой фестиваль, мы, конечно же, были за. И мы нашли деток, обзвонила я, родители предложила, поддержали эту идею, согласились. И вот сегодня они уже придут, выступят. Так что мы очень рады, что этот фестиваль будет и, возможно, будет дальше развитие вот такого направления. Пускай ребята к нам обращаются, мы обязательно в этом всем будем участвовать. Возможно, что-то даже на республику, на республиканском уровне будет. Для этого фестиваля, помимо организации, нужно было как минимум три важные составляющие. Это вот педагог, ребенок обычный и ребенок с особенностями. Как отбирали их? Вот обсуждали на оргкомитете, понятно. Ну вот Анси говорит, что обзвонили, кто откликнулся, наверное, кому быстрее. Кто быстрее откликнулся, тот и попал. То есть, да, конечно, в первую очередь это активность родителей, в первую очередь, потому что дети с особенностями развития, они с ними трудно в том плане, что у них обследование очень часто, да, они уезжают в санаторий, еще куда-то. И они очень заняты в этом плане, еще плюс учеба. И многие родители стараются не загружать чем-то еще дополнительным, потому что главная цель это сохранить здоровье ребенка. А есть родители, которые действительно откликаются и хотят, чтобы ребенок творчески развивался. Таких нашли активных родителей, им понравилось, и они хотят продолжать. Обычные детки, кто они, как они появились на проекте? Это было немножко сложно сделать, потому что когда на организационном моменте Анастасия подбирала детей из социального центра, то мы подбирали волонтеров. И когда мы встретились, получилось так, что дети из социального центра-то возраст 8-10 лет, а у наших волонтеров это 14-15, и они не могут танцевать в одной паре, то есть по росту. И пришлось подбирать уже детей из танцевальных коллективов и женского района. И педагоги, соответственно, были из этих же танцевальных коллективов, чтобы была связь между педагогом и ребенком. И усилия обоих были направлены на третьего человека, чтобы было легче сделать. Как откликнулись педагоги? Первая попытка, получается, не удалась. Вторая попытка, вот вышли на этих педагогов, на деток, которые уже умеют, получается, танцевать. Как они? Это, может, лишняя обуза для них была? Или, наоборот, они с радостью? Здесь нужно сказать большое спасибо педагогам, которые добровольно в свое личное время занимаются с ребятами. Отнеслись? Хорошо. Мы рады, что у нас есть такие педагоги. Вот когда мы подошли к педагогам, к хореографам, они сказали, да, хорошо, мы возьмемся за это, нам не в напряг тренировать детей. То есть для них это нет такой особо сильной нагрузки. Но при этом они привыкли к обычным детям, которые подчиняются, на которых можно взвалить хорошую нагрузку такую физическую. Тут нужно эти особенности было учитывать. Вы знаете, как? Каждый ребенок индивидуальный. Просто у кого-то есть особенности в развитии, у кого-то есть особенности характера. И к каждому ребенку нужно подходить индивидуально. Здесь, в принципе, если педагог опытный и знает свое дело, то у него не возникает с этим трудности. При этом в радуге. Вот как? Как все происходит? Насколько сложно? Или вы так уже сжились с детками, что не обращаете? Ну, во-первых, нужно, конечно, просто контакт наладить, чтобы ребенок тебя чувствовал, и ты его чувствовал. Потому что иногда думаешь, что он просто стесняется, на самом деле он жутко комплексует то, что у него не получается. Надо ему объяснять, естественно, что ты такой, какой ты есть, ты уникальный, ты замечательный, мы тебя любим. Вот если ты ребенку доведешь свою доброту, вот эту вот, и он поймет тебя, то все получится. А на самом деле нету цели, что вот нужно натаскать, чтобы он вот влево-вправо, ну, что-то какое-то лишнее па не сделал. Вот у нас нет этой цели. У нас главная цель – это вот общение. Это общение и занятие творчеством. Вот так вот. А для деток, которые там участвуют, для них все-таки важен сам процесс, или вот сегодня они выступят с итогом, скажем так, на сцене выступят, это тоже такой этап очень важный. Как их ощущения? Вы же, наверное, общаетесь, спрашиваете, как это? Ну, ребята подходят к этому как к соревнованию, то есть они хотят достичь какого-то результата, но и процесс взаимодействия тоже там немаловажен, то есть ребята подружились, они общаются. Там даже подарки некоторые друг друга делают. Да. То есть, возможно, это будет продолжаться, то есть в рамках фестиваля, ну, фестиваль «Водснежники» сейчас закончится, а танцы в паре, возможно, и будут дальше? Да, да, можно продолжить это. Это вот у нас пара есть, да, действительно, они познакомились, начали друг другу сразу подарочки дарить, улыбаются, созваниваются в контакте, общаются. Вот замечательный процесс вообще, так здорово, про Сережку говорю. И все равно вот сегодня у нас в студии организаторы, где кто помогает осуществлять, а вот сами участники, их сегодня нет, поэтому предлагаю взглянуть хотя бы через экран на них. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы посмотрели на участников, которые сегодня будут выступать, какие танцы были подобраны? Я так по некоторым движениям какие-то танцы угадала, но не все. Ну вот, вы видели, у нас испанский танец, танцуют сразу две пары, потом это восточный танец Сергея и Ксюша, потом у нас Полька, Алешка, Наташка танцуют Влад и Виталина, и у нас еще и танго танцуют Ваня и Вика. Еще танец Пьерой Мальвина Никитова. Вот по Никитой. Почему именно эти танцы, как выбор осуществлялся? И кем выбор осуществлялся? Выбор осуществлялся хореографами, потому что эти движения, они такие трудные, и при этом они смотрятся очень красиво. И в дальнейшем их можно применять в любых танцах. Вы какой-то из танцев ставили или конкретно наблюдали за какой-то парой, может быть? Какой? С кем из участников? Наш хореограф в центре вот у нас, значит, он с Сережкой и с Ксюшей репетировали, восточный танец поставили. Как часто приходилось встречаться с сложными стеренками? Все пары по-разному встречались, потому что у всех, ну, как, запоминают по-разному все детки. Вот, ну, у нас Сергей приходил, отходил всю неделю, каждый день. Интересно или заставлять приходилось? Нет, интересно. Потому что в танцах все равно труд очень важен. Да, в нашей паре Ксюша очень активная, она такая активная девочка, она везде участвует и откликается на все наши предложения, даже безумные идеи. И мама такая же, вообще безумно люблю эту семью. Спасибо им большое за активность. И Сергей, он так же, у него глаза горят, возможно, у него не все всегда получается, но глаза горят, и он еще раз и еще раз готов повторять. Все-таки есть ли какие-то сложности взаимодействия между самими детьми? Потому что, когда, тоже мы неоднократно эту тему поднимали в рамках эфира, когда нет опыта общения с особенными детками, детям, вот для них вроде нет разграничений, но они боятся, может быть, обидеть, что-то не так сказать, стесняются. Поэтому какие-то эмоции положительные не проявляются. Вот таких сложностей были? Дети даже сами по себе, особенно, возможно, ближе к подростковому возрасту, они стесняются между собой, даже обычные дети, общаться. А когда вот налицо ограничения, да, вот в здоровье, то существуют барьеры. Это на самом деле так. Не у всех, конечно, но в основном. Поэтому, возможно, это идет от самих взрослых, которые вот не умеют принимать детей, да, и даже взрослых, людей с инвалидностью. Как-то помогаете, может, объясняете, что нужно делать, как говорить, или что вот этого стесняться не нужно. Ну, это вот общение, это игры на взаимодействия различные, на сплочение, ну, различные. Это даже обычный эксперимент иногда бывает. Ты запланируешь что-то свое там, да, на мероприятие, а проходит совершенно по-другому. То есть главный настрой. Понятно. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу нашим телезрителям. Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, возможно, задавайте вопросы, рассказывайте о том, чем вы занимаетесь со своими детьми. Также не забывайте о том, что у нас есть ICQ. Пишите туда и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики». И сегодня мы рассказываем вам о возможностях дополнительного образования для особенных деток, для деток с инвалидностью. И рассказываем на примере фестиваля «Подснежники». Напомню, что в гостях студии нашей сегодня автор проекта «Подснежники» Эдуард Белявцев, куратор проекта Дарья Холод и социальный педагог, который помогал деткам заниматься, социальный педагог Центра соцзащиты населения города Скотовкара Анастасия Симонова. Сегодня заключительный этап, получается, последний день. Вот что сегодня будет? Как? Кто-то один будет победителем, остальные в слезах разойдутся. Как это все будет? У нас победители все. То есть у нас каждая пара получит равную номинацию. То есть у нас шесть пар, шесть равных номинаций. Но если они воспринимают это все как соревнования, как конкурс, они не будут раздосадованы тем, что они все одинаково получили? Ребят разные танцы, и у каждого будет своя номинация. То есть каждый будет победителем. Все будут награждены и отмечены дипломами и подарками, поэтому слез не будет, истерик не будет, будут только улыбки, радость, дружность. Дружба. Придут зрители, будут смотреть, или это будут исключительно родители, которые приводят деток? Придут и детки, и родители, всем, кому этот проект интересен. Будет концертная программа, помимо номеров, которые подготовили ребята, пары, будут номера концертные, будет танцевальный флешмоб. Что такое? Или нельзя раскрывать секреты? Или можно? Можно, конечно. И на церемонии открытия был танцевальный флешмоб. И сейчас, то есть, цель этого флешмоба, чтобы не только дети объединились и начали танцевать, но и их родители, и гости в зале, чтобы все присутствующие на мероприятии подключились к танцу. Подарки. Об этом дети знают. Что за подарки? Секрет. 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 Второй год. Мероприятие, которое называется «Курсы помощников Деда Мороза». То есть, это предновогоднее мероприятие, также для деток с особенностями развития и для детей обычных, так скажем. Что он из себя представляет? То есть, мероприятие состоит из двух блоков. Это мастерская Деда Мороза, то есть, в которой детки приходят и попадают в такую атмосферу, в которой Деда Мороза нет, но они ему помогают. То есть, не они получают подарки за это, они что-то делают. Они учатся их делать. Допустим, собачки из воздушных шариков. Они делают елку из бумаги, раскрашат ее, потом вешают туда свои пожелания, которые они бы хотели, чтобы осуществились в будущий год. Много всяких разных мероприятий. Ну, это только для деток Кожевинского района получается? Как если кто-то... У нас, я думаю, не так много мест, куда можно с детками сходить. Вот, если кто-то в гости к вам приедет. Если к нам приедут в гости, то мы будем рады. Чтобы выйти нам, допустим, в город или на республику, нам тоже нужна поддержка. То есть, не просто, что мы хотим выйти, нам нужно, чтобы кто-то пригласил нас хотя бы. Я так понимаю, что пока фестиваль месяц шел, мне режиссер подсказывает, что у нас есть звонок, поэтому уже этот вопрос задам. Здравствуйте. Алис, здравствуйте всем. Вот, смотрю программу вашу, ну, просто я по таким впечатлениям. Хочу просто передать ребятам большое спасибо, терпением и дальнейших творческих пистопланов, чтобы они на этом не останавливались. Потому что на сегодняшний день, наверное, мало таких заинтересованных людей вот с такими детками занимаются. Я думаю, что для родителей это такая огромная радость. Спасибо вам большое за звонок. Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. Вопрос, который я хотела задать, я насколько понимаю, в течение месяца за детками, ну, не только для этих видеороликов, велось такое небольшое видеонаблюдение. Так? Зачем? Как часто? Или прям каждую встречу обязательно запись была? Мы встречались раза два, ну, и для того, чтобы снять видеоролик для видеоанонсов, как они репетировали, и для того, чтобы снять небольшое видеоинтервью. То есть у нас перед каждым танцем сегодня будет такое интервью, где они расскажут, что они танцуют, как их зовут, сколько им лет, в каком классе, чем увлекаются. То есть рассказали бы о себе такой небольшой рассказ. Потому что если они расскажут, что это на сцене, это для них будет дополнительный стресс. Ну, волноваться будут дети некоторые на сцене. А тут в приятной обстановке можно, если что, переговорить, да? Мы так вот с ними встречались, переговаривали, записали, потом также сделали небольшой монтаж, и сегодня им покажем. А при этом детки, что они рассказывают, что они любят? Ну, некоторые любят танцевать, писать, там книги некоторые читают, вышивкой занимаются, кто-то там по дереву выжигает. Чем у нас еще дети увлекаются, Настя Васильевна? Ну, танцуют, шьют, много чем на самом деле занимаются. Гуляют с друзьями, был ответ. То есть вот так, разноплановые занятия абсолютно. И один из видов, конечно, это танцы. Ну, вот о целительном таком свойстве танцев давным-давно известные психологи очень активно используют танцы, как танцотерапию, скажем так. Вот этот эффект целебный виден был по деткам? Или это вот, ну, просто вот, они чему-то научились, ну, один этап и пошли дальше? Глаза у детей горят. То есть это, наверное, тоже главный показатель того, что им интересно. У них появляется стремление, цель. А с точки зрения физических, это, наверное, к Анастасии уже спросить. Ну, конечно, это благотворно влияет. Действует на деток, потому что они понимают, что они тоже могут так же потанцевать не просто, вот если, допустим, на флешмобе, да, каком-то, где совместные детки с особенностями развития, или обычные, они отсиживаются в сторонке, то тут они действительно, они могут потанцевать, да, и никто, никто ничего не скажет плохого, не будет тыкать на них, там, пальцем, еще что-то. То есть мы разрушаем эти барьеры, и это вообще здорово. И дети расслабляются, они начинают заниматься творчеством и общаться, главное это общение. Ну, вы говорите, что в реабилитационный центр к вам приходят обычные детки, просто вот на занятия, как опять попасть можно к вам? Можно, да, можно. Можно нам позвонить в отделение, можно в ВКонтакте, в группе написать заявочку, мы просто другие ВКонтакте, называется наша группа. Ну, можно через интернет выйти найти. И чем могут там дети заняться? То есть наше отделение создано для того, чтобы детки с ограниченными возможностями здоровья, они приходили и проходили реабилитацию, педагогическую реабилитацию, делают массаж, ЛФК. И вот недавно мы с Радугой начали заниматься танцами. Также могут прийти обычные дети. У нас проводятся различные мероприятия праздничные. Любой человек может прийти, поучаствовать. Вот ребячья республика всегда нам помогает, и Дед Морозу поиграет, и еще там в разных актеров. То есть мы со всеми сотрудничаем, двери всегда открыты. Любой помощи Рады, вообще активности любой. Это не знаю, знают ли наши телезрители, есть даже такой паралимпийский вид спорта, танцы на колясках. Да, есть. Вот такое планируется у вас? Может быть уже? Ну, об этом еще рано говорить, конечно. Ну, возможно, почему бы и нет. Насколько это осуществимо и что мешает? Нет. Но на данный момент, конечно, нужно найти тех детей, которые действительно будут этим заниматься. Вот жить, что ли, этим. То есть активных родителей, которые будут настроены на то, чтобы приводить ребенка на репетиции, поддерживать его, если что-то не получится. То есть... А педагоги поддерживают? Ну, естественно. Да, да, да. Это вся поддержка у нас в центре есть. И на учебе также, вот в школе их отпускают. Специально вот на фестивале, на участие в концертах каких-нибудь. Вот так. Можно, да. Вот на коляске, конечно. Это красиво. А в случае проигрыша, ну, не в вашем конкурсе, я поняла, проигравших не бывает. В случае проигрыша в конкурсе, таким деткам лучше все-таки сказать, нет, держись, давай, в следующий раз мы победим. Или надо вот какую-то очень бережную заботу проявить? Как? В любом случае мы победим. В любом случае не надо опускать руки и надо уметь проигрывать. То есть в этом нет никаких особенностей. Если ты сегодня проиграл, у тебя есть возможность выиграть завтра. Ты исправишь сегодня ошибки, и завтра ты их не сделаешь, и у тебя будет все замечательно. На позитив настраивать, и все как обычно. А эти пары, которые сейчас в этом проекте, в этом году участвовали, если вы в следующем году собираетесь, наверняка же они попросятся опять. Да. То есть вы просто количество пар расширите, или как? Как это будет происходить? Думали? Вот те пары, которые хотят в следующем году участвовать, у нас уже есть такие пары. А уже прямо сейчас заявки уже, да? Ну вот, когда мы общались с ними и сказали, вот, мы хотим танцевать в следующем году, мы что-нибудь новое выучим. Они будут обязательно, ну, как же мы их пропустим? И будут новые пары, которые тоже изъявят желание участвовать в этом фестивале. А если делать, предположим, фестиваль, ну, так, чтобы все разные, ну, восточные танцы танцевали? Там фестиваль, подснежник в восточном танце, там, например. Чтобы, или нужно обязательно, чтобы у всех все разное было? Ну, можно сделать каким-то условием, что те пары, которые уже в этом году участвовали, придут на следующий год, чтобы они выучили ни один танец, за несколько. Допустим, два-три танца, но все одинаковые. Допустим, все получат восточный танец, испанский танец и какой-нибудь народный танец, чтобы по три было. И тогда в каждой номинации можно будет выбрать лучшую пару, ну, в одной номинации. При этом за какое время все-таки реально таким деткам выучить один танец? Вот этот месяц – это оптимальный срок или можно быстрее, можно, или нужно медленнее, наоборот? Как? Сколько времени обычно на это уходит? Все зависит от желания, наверное. Если человек хочет заниматься, то он выучит. Да, конечно, будут свои сложности, но за месяц ребята отлично справились. Самое оптимальное – это месяц. А вот записывали в самом начале первые попытки и вот сейчас уже итог. Вот эта вот разница будет видна или как? Конечно, будет видна, да. То есть даже изначально детки стесняются на камеру работать. То есть мы когда приходили, они там… Зажатые. Да, зажатые. А потом они к нам так привыкли, что они уже готовы сутками интервьюдовать. На улице, наверное, узнают, если пересекаетесь. Да, узнают. Да, даже со спиной узнают. А во сколько завтра нам подойти? Так спрашивают. А где, на базе чего? Революционного центра или каждый педагог к себе звал? Каждый педагог у себя занимается. Центр детского творчества. Значит, вот у нас Центр соцзащиты. Дом культуры Бумажник. Так, и еще вот интернат. Школа-интернат. Вот, на базе вот этих учреждений. А завтра проходить все где будет, может быть… Сегодня в доказательстве. Сегодня в Доме культуры Бумажника. А сегодня 6 часов будет награждение. Можно будет посмотреть на танцы. Напомню, что сегодня мы вам рассказывали о фестивале «Подснежник». И гости нашего эфира сегодня были, еще раз напомню, автор проекта «Подснежники» Эдуард Белявцев, куратор проекта «Подснежники» Дарья Холод и социальный педагог и жительского филиала Центра соцзащиты населения Городск Товкара Анастасия Симонова. Спасибо большое. И, естественно, чтобы все хорошо сегодня прошло. Спасибо. Всего доброго. А в следующем эфире программы «Случись практики» мы говорим о семейном бюджете. Как разумно тратить заработанное и умудриться накопить на что-то важное и нужное? Этому можно научиться? Или бережливость – это врожденное качество? Об этом в пятницу, 25 апреля в 12.40. До встречи.